здорово всем дорогие друзья это будет очень важное видео которое касается моей жизни и в частности в этом видео я расскажу про события которое случилось со мной сегодня можно сказать впервые в жизни в общем многие написали многие там просили снимаю вот такие жизненные видео там о жизни и сегодня как раз выпал вот такой момент что я сегодня сходил на работу сходил на работу в этом видео я расскажу что же это была за работа как прошел мой первый рабочий день и самое главное сколько я заработал то есть меня деньги уже отдали за первый день наличными в общем дорогие друзья но предыстория этой истории была ну такова я как вы знаете хикантом социофоб я в своей жизни за свою жизнь там за 30 лет жизни я несколько раз устраивался на работу там два или три раза но не один из этих разов я не проработал больше месяца то есть у меня никогда не было желание идти на работу то есть не то что мне не нужны деньги ну конечно же нужны но у меня запросы настолько мизерные что мне там буквально пачки макарон достаточно с головой для жизни то есть я человек не целеустремленный меня ну на меня главное вот можно сказать свободно а не быть там в рабстве не бьем быть на заводе сутками и в общем дорогие друзья я никогда собственно говоря не но проявлял желание устроиться на работу вот но на днях на днях два дня назад так сложились обстоятельства что вот один знакомый ну вот моих родителей ему там он там занимается вот этими ремонтами там в квартирах делает и он так ну они там но разговаривали в общем о своем там о чем-то и в общем он так сказал им сквозь слова что ему там нужен человек ну которому нужно вот сегодня будет ну то есть через два дня ну помочь ну в общем нужен человек грузчик грузчик меня в тот же момент звонит мамка и сообщает вот не хочешь случайно там но поработать ну то есть я естественно сразу ну подумал что это будет ну просто чисто ну помочь там мне за деньги естественно я сразу нашел ну повод чтобы слиться ну то есть там что угодно ну любой отмазку можно придумать лишь бы не работать я вообще человек нетрудолюбивый абсолютно от слова совсем не работящий но потом я услышал заветное слово ну да вот мне для жизни там как я уже стал нужна максимум пачка макарон но согласитесь ну какому человеку не нужны деньги но тем более он сказал заветное слово что нужно помочь поносить тяжелые вещи ну то есть доставить в частности ну 30 вот упаковок плитки плитки ну то есть знаете плитку для пола одна упаковка там весит образно говоря ну килограмм ну 30 я ну как человек дата занимавшись спортом для меня это небольшой вес естественно ну когда я узнал что он заплатит у меня загорелись глаза я мамам говорю в ту же секунду да я согласен там чуть ли не ебить меня семеро как говорится за деньги естественно у меня не было ну каких-то надежд там то что сосед действительно это говорил не в шутку и тем более он мне сказал огромную сумму то есть для меня это были большие деньги и что самое главное это было за за всего лишь за два часа за два часа но отработано ну то есть чисто он привезут машину мне вот эти 30 там с хвоем ящиком плитки но разгрузить и все ну естественно многие там скажут ебать там спину инвалида можно остаться спину сорвать но я человек который ну кроме того как ну таскать тяжести больше нихуя не умеет то есть несмотря на мой рост у меня в общем ну в силу своего физического развития всего то что ходил в качалочку меня с этим никаких проблем нет я могу там носить и мешки там тяжелые бля для меня это собственно говоря не составит ну труда ну то есть обычный бой нормальный чеки естественно от такой работы откажется даже за деньги и даже вот этот ну знакомые моей мамки горит ну типа он там чуть ли не сто пятьсот лет искал грузчика но никто не хочет то есть я естественно охуел как так за такие большие деньги а вот сколько мне заплатил вы узнаете в конце видео я ну ну то есть я вообще никогда не следил актуальную зарплату там на сегодняшний день соответственно я не разбираюсь вот зарплатах естественно когда я услышал сколько он заплатит мне за два часа я естественно охуел в приятном смысле этого слова ну типа как за два часа всего лишь ну такие деньги на тех работах где я вот супермаркетом въебал мне нужно эти деньги были было зарабатывать чуть ли не за неделю а тут за два часа в общем дорогие друзья но приехала эта машина изначально сразу ну как только он за мной заехал мы поехали естественно я человек ну который социофоб я не люблю находиться в компании людей и самое страшное для меня это находиться в таком знаете непонятном состоянии но когда вот делать нечего ну то есть нужно было ждать это я был боялся больше всего и и вот случилось так что самое страшное это у такие случались мы приехали на объект то есть машина должна была привести плитку мне чисто озвучить доставить она 6 этаж было но уже самого начала все пошло просто пиздец то есть машина не приехала машина он позади водителя она горит на типа бля я задержусь на полчаса естественно я сразу был там в в полнейшем шоке бля ну вот что мне делать полчаса дата можно оставить но в телефоне что-то ну тыкат но я человек вот такой но который он просто ненавидит вот вот такую вот ситуацию ну как то назвать даже ну то есть когда ты находишься в непонимании тебе нечем заняться в компании людей то есть да если бы я был дома я там нашел бы сто пять судил чем можно заняться там делать фотолок ну подрочить например но а там меня ну привезли на точку там были вот эти два человека я вот этот знакомый манки ну который собственно говоря мне и и являлся моим работодателем на тот момент естественно я стоял каждая секунда длилась как вечность и вот наконец-то настал тот момент ну когда машину ну привезли машину ну привезли естественно я был очень рад ну то есть я думал сейчас ну по-быстрому там закидаю закину эту плитку и все плитка там я ее достал с машины сначала возле подъезда сложила потом нужно было и тут случился на полнейшем пиздец как это бывает в таких ситуациях именно в этот момент сломался лифт сломался лифт то есть ну представьте ладно он просто ну понятно ну 30 или сколько там на килограмм а другое дело когда это ну таскать и боль вверх там даже не знаю от ноль шварценеггер охуеет от ну такого то есть даже вот есть вот такой там не миф даже а действительно что даже там те кто ходят в качалку занимаются этим ну бодибилдеры они в плане выносливости они очень слабые то есть ну вы представьте вот там было ну 30 попол плитки и на шестой этаж хуярит ну это помнишь пиздец в общем я начал да естественно был он пиздец как тяжело я ожидал что будет легче ну я естественно ожидал что будет лифт это как небо и земля там то есть хуярит на лифте либо же по ступенькам нахуй шестой этаж это но 12 вот этих но рядов ступенек но это он плане шпиздец и в общем дорогие друзья уже ну под конец вот я наношу нашу 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 там естественно охуеваю немного нашу нашу этот уже под конец включает свет а самое обидное что когда мы просто как только мы приехали вот ну когда я там состоял лифт работала как только он приехал машина лифт все ему ну пизда пришла там выключили свет ну то есть в украине в силу нынешней ситуации это вполне обычное явление чтобы включать свет и в общем дорогие друзья занесся эту всю плитку бля и естественно я был рад по времени она затянулась и за счет за счет вот этого чуть больше чем два часа два с половиной три часа ну в общем-то ему кардинально нихуя не поменялось я естественно ну не то что мне было тяжело но естественно легко это быть и не могло там ноги в частности ахуели ну в плане физической там нагрузки я не сказал бы что это было для меня тяжело а вот плане выносливости но пиздец так то есть забивается дыхалка но суд то не в этом друзья вот вы вы даже могу показать последствия вот этой работы вот смотрите снимаю футболку вот все вот это даже здесь где вен нет я не выпилился это не пропаганда суицида на просто ну когда я носил эти коробки они нечаянно мне ну повредили руку бля с этой стороны с этой стороны это хуйня там заживет ну как на собаке за несколько дней и вот дорогие друзья я вообще тот человек который любит высоко интенсивную но на работу но недолго то есть и если мне предложат скажем ну передвинутым ну какую-то скалу или ору за две минуты либо же там ебашить с утра до вечера на заводе я выберу второе даже ой ну первое даже если это будет пиздец как тяжело ну то есть я люблю высоко интенсивную работа на примерах там оплодотворить на телку на какую-то то есть ну пошел там за 30 секунд ну кончил моем случае если за это сразу заплатят вообще охуенно и ну и в общем дорогие друзья вот такие были неудобства опять же это хуйня она так ну ну печет там вся хуйня я ну правда чуть ну реально случайно не перерезал острой плиткой вены это ну конечно же ну пиздец был был бы ну так все ну пронесло и в общем дорогие друзья сейчас самое интересно сколько же мне заплатили вот смотрите это гривны 500 тысяча полторы тысячи тысяча шестьсот сколько мне заплатили за мою работу по разруски вот этой плитки то есть не за день не за сутки там не за месяц а за два часа всего лишь за два часа естественно я охуел так как изначально мы доваривались за тысячу двести да естественно многие сейчас охуеют то есть кому интересно в рублях это три тысячи рублей три тысячи рублей они она чуть больше чем три тысячи рублей это там три внутри ну три и стану в общем несут то важно в общем кто там живет замка где вообще охуеет наверно как мы там за пятьсот рублей видео будем всю жизнь я очень доволен вот этими деньками то есть естественно это не постоянная но работа он сказал там будет меня вызывает там вызывает там бля несколько раз в неделю то есть один-два раза в неделю там а я ну как раз сторонник вот такой работы как это называется фриланс там то есть но когда ты не вьёбываешь на каком-то жестком графике я это ненавижу быть в каким-то на рамках то есть я тот человек который любит свободу ну в принципе как наверное любой человек но для меня быть вот в составе чего-то в составе ну какого-то как это называется составе ну каких-то граней графиков ограничений вот ну то есть очень жестко в плане дисциплины но для меня это что-то из разряда невозможно особенно вот если целый день а тут вот я чисто отъебал два часа мне нахуй заплатили как на обычной работе за сутки платят фактически да то есть это называется сдельная оплата есть у нее плюсы есть минусы то есть это на работа для физически сильных людей для таких как раз хикан вот смотрите машину для нахуй ну а что хули хоть какой то есть польза того что он когда-то ходил качалочку там сейчас хожу на турнички в общем дорогие друзья ну посыл будет вот в чем вы знаете как я ненавижу любую работу но в данном случае я очень доволен сегодняшним днем сегодняшними двумя часами вот такие деньги я ну для меня для обычного нигде не работающих это огромные деньги я думаю для многих в украине это не немалые деньги тем более когда и платят бля за два часа да это общем полнейшем пиздец я считаю хорошем смысле это слово так что дорогие друзья вот была вот такая история этом в конце могла быть там мотивирующая хуйня в силе вот получаете высшее образование если вы там не хотите стать вот таким как я там ну получать 1600 за два часа спину сорваться хуйня но я вам этого не скажу ну потому что я знаю что высшее образование там полнейшая хуйня ну которая не гарантирует вам хорошей жизни не гарантирует вам чтобы даже за сутки заработать и такие деньги в общем дорогие друзья пишите что вы думаете по этому поводу подписывайтесь на канал если хотите еще вот такие видео и до встречи новых видео а бля ставьте палец вверх и до встречи новых видео